АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Егор Григорьевич! Ого, ого, ты, ты, Женя, господи, да я трохи прикорнув, бо ци интервью меня так вымотают, кошмар. Лучше бы вы так на интервью спали, вместо того, чтобы на вопросы отвечать. А шо таке? Я там все нормально сказал на том интервью. Я ж цей, оральный искуситель. Искусный оратор? А я як сказал? Вы смотрели своё последнее интервью в новостях? Женя, якщо я буду смотреть все свои интервью, то хто ж тогда буду работать? Ты шо, я ж работаю. Егор Григорьевич, вы говорили фразу «цветёт и пахнет». Конечно, ого, рев. Це про нашу замечательную область, шо она у нас цветёт и пахнет. Вот така она у нас. Да? А в эфире было вот так. А скажите, как у вас обстоят дела с преступностью? Она у нас цветёт и пахнет. А як це вони зробили? Це шо, мій брат-близнец? Нет, Егор Григорьевич, это монтаж. Мене шо, є брат-монтаж? Нет, это видеомонтаж, когда вопросы меняют местами с ответами, понимаете? О, Господи, шо це таке буває? Вы говорили фразу «и в хвост, і в гриву»? Говорив, ну, я говорив це про корупціонеров, шо мы їх і в хвост, і в гриву. Да? А ваші избиратели увидели вот это? Скажите, а как вы относитесь к проституції? І м'єл я їх і в хвост, і в гриву. Не, ну, в мене, конечно, ну, таке було, но я їм про це не розказував. Ой, мамочки. Що? Що такое? Вони ж там і про геїв питали. І що ви їм відповіли? Що? Я сказав, що в моєму окруженні таких немає, і среди моїх знакомих таких бить не може. Да? А вот як було в ефірі. Скажіть, а среди ваших знакомих є геї? Ой, багато. Практично всі депутати горсовета. Та шо говорить? Я і сам в перших рядах. Це ж я казав про тих, хто бореться з корупцією. Ой, божечки. А куди ж вони про цих геїв поставили? А вот, далі. А среди ваших знакомих є ли чесні чиновники? Серед моїх знакомих таких нема. І в моєму окруженні таких бути не може. От падли. Ай-яй-яй. Ви розумієте, от таким вот монтажом вони понижають ваш рейтинг. Понімаю. А шо ж його робити тепер? Ну, што поділась, це політика. Тут треба бути внимателем, що ви говорите. Йогор Григорьович, щас фейків більше, ніж правды. Фейків? Да. Слухай, Женечка. А помніш оті фотографії двугодичній давності? Ну, там де я нібито з проститутками, нібито в своїй сауні. Може, то тож і фейк? Та нет, це правда. Хоть ми і сказали офіціально, що це фейк. Але тільки тому, що ви год спустя запостили на фейсбуці фотографії с цими... ...женщинами. Я не виноват. Це фейсбук, зараза така. Говорить, поделиться воспоминанням. А я як вспомню, я хорошо був. Ну і класно. Ай-яй-яй-яй. Вот видите, надо быть внимательним. Такой монтаж може дуже сильно і дуже негативно отразиться на вашем рейтингі. Так а шо ж грубий-то, а? Клин-клином будем вышибать? Це як. Щас придуть журналисты з оппозиційного каналу. Не надо, вони ж іспортять все. Нічого вони не іспортять. Я буду... Я буду рядом. Я буду тут спрячусь за столом, да? Если вони будуть задавати каверзні вопросы, ви ручку уроните, і я вам подскажу. Хорошо? Вот тут я спрячусь, вони мене не увидят. Вот тут? Да. Егор Григорьевич, к вам журналисты пускать? Пускать? Конечно, пускать, Егор Григорьевич. Ещё раз. Только когда сложные вопросы, тогда роняйте ручку. И постарайтесь однозначно не отвечать на вопросы. Типа «да» или «нет». Это проще всего монтируется. Понятно? Да. О, то есть «нет». Ой! А шо казать? Мило улыбайтесь, кивайте, отвечайте размыто. В крайнем случае вопросом на вопрос. Ага, понял. Понял, господи. Заходьте, будь ласка. Здравствуйте. Мы немножко опоздали или всё в порядке? Как сказать? Как сказать? Ну тогда мы можем сразу начинать. Я могу присесть? Могу ли я вам запретить это сделать? Так. Для начала представьтесь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы вы представились на камеру. Да-да, вы. Туда. Что? Егор Егорович Граданов. Егор Егорович Граданов. Что, простите? Егор Егорович Граданов. Ой, извините, но ничего не понятно. Ой, ручка моя любимая упала. Сейчас, секундочку. Что отвечать? Егор Егорович, представьтесь. В этом ничего страшного нет. Ага, они потом подставят. Что у вас тут по геям? Кто у вас главный? Егор Григорьевич Крутоголов. Кто у вас всё украл? Егор Григорьевич Крутоголов. Они так не подставят. Это слишком в лоб. Не переживайте, подставьтесь. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте. Значит, вы Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Ну, тут так написано. Егор Григорьевич Крутоголов, мэр этого города. Субтитры сделал. Это вы сказали. Чувствую, интересное у нас интервью получится. Итак, Егор Григорьевич, вы уже два срока возглавляете этот город. Всё верно? Секундочку. Что касается? Скажите, возглавляю. Ага. А потом буду гей-парады проводить, возглавляю. С коррупцией боретесь, возглавляю. Егор Григорьевич, в любом случае они так не сделают. Постарайтесь ответить положительно. Ответ положительный. Но у геев и коррупционеров, главное, не я. Очень смешная шутка. А знаете, я как раз хотела спросить, а вот до того, как вы получили такую высокую должность, чем вы занимались? Секундочку. Тут размыто не получится. Постарайтесь аккуратно уйти от ответа. Ой, Егор Григорьевич, а вы куда? Аккуратно ухожу. Ну, у нас еще не закончилось интервью. А, да, я уже думал, закончилось. Как время летит, время песок, время вода. У вас все в порядке? Во! Вы знаете, нам очень часто задают наши телезрители вопрос. Вы ничего запрещенного не принимаете? Откуда они знают? Немедленно вынырнете из-под стола и скажите, я никогда в жизни не употребляю наркотики. А вдруг они подставят? Не подставят. А вдруг они подбросят? Не подбросят. А вылезайте, да вылезайте, и так пауза затянулась. Я наркотики никогда в жизни не употреблял, и употреблять не собираюсь. Ага, я так и поняла. Я даже уже не знаю, что и спросить после такого заявления. Обычно после этого что-то страшное спрашивают, что ей еще и сказать. В таком случае используйте слово «паразит». Это усложнит монтаж. Ага. А, ну вот, давайте этот вопрос. Как вы относитесь к нынешнему президенту? Ведь вы же не входите в его политическую силу. Ну, он паразит молодец, конечно. Там, ну, там, в баскетбол грает паразит. Пошту разносит паразит. Реформы всякие разносит паразит такой. Скажите, а как, по-вашему, в нашем городе обстоят дела с дорогами? Только давайте я у вас ручку заберу, а то она все время падает. Йоханый бабай чуть голову не разбил. Дороги у нас, Йоханый бабай, чуть голову не разбил, когда ехал. Ага. То есть вы признаете, что с дорогами у нас полный аврал? Черт, да хватит на меня все скидывать. А шо вы на меня все скидываете? Я тут на один работаю. Так, подождите, но ведь дороги, это же ваша зона ответственности. А шо дороги-то, наша зона ответственности? А с кем вы там все время разговариваете? Ни с кем, вам показалось. Все, она нас раскусила. Ведите себя естественно. Не настолько естественно. Если будет сложный вопрос, делайте резкие движения. Так монтаж станет заметен. Так, Егор Григорьевич, как вы считаете, тарифы за транспортировку газа для населения, они вообще справедливы? На этот вопрос я не могу конкретно ответить. Сначала нужно провести экспертизу, созвать комиссию, а уже потом, потом я вам смогу на него ответить. Я поняла. Спасибо вам за информативное интервью. Обращайтесь в любое время. Ага. До свидания. До свидания. Дима, срочно в эфир. Ну шо, ну шо, як ты думаешь, як я справився? Не знаю, узнаем из новостей. Ага, шо там. Сказали, в эфир пойдет сразу. В срочные новости. Наверное, интересная тема. А ну, а ну, а ну. А ну, давайте на экран сейчас выведем. Экстренные новости. Наши корреспонденты получили подтверждение, что мэр города принимает наркотики в рабочее время. Представьтесь, пожалуйста. Паразит. Егор Григорьевич, как часто вы употребляете наркотики? Вы сейчас под наркотиками? На этот вопрос сложно ответить сразу. Сначала нужно собрать комиссию, потом вызвать экспертизу. И только тогда, и только тогда я смогу ответить. И последний вопрос. К вам можно обратиться, если понадобится достать наркотики? Звертайтесь в любое время. Все. С этого момента я не мой мэр. Боюсь, что после этого интервью вам недолго осталось быть мэром. Я при чем здесь? Сегодня очень-то вы все. ДИЗЕЛЬШОУ. 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 ДИЗЕЛЬШОУ.